Донорская кровь Сегодня всемирный день донора И как раз пришло ваше удостоверение И значок почетного донора России Позвольте вам получить Нашу истинную благодарность За наш труд За то, что вы нас не загвали В этот день по давно сложившейся традиции Сдать кровь приходят студенты, волонтеры Сотрудники различных структур и ведомств Приставы, росгвардейцы и многие другие Для мужчин в погонах Из Следственного управления Следственного комитета России По Карачаево-Черкесии Это дело тоже привычное Кровь они сдают каждый квартал Денислав Кажемуратович Мы с вами живем в 21 веке Наука не стоит на месте В том числе и в области медицины Тем не менее, сегодня ученые Изобрели какой-нибудь аналог Человеческой крови В английском университете Был придуман очень близкий аналог Но его производство стоит Несколько миллионов евро Поэтому абсолютно нелогично Сейчас это применять В обычной практике То есть лечение одного пациента Будет соизмеримо С постройкой какого-нибудь Комплекса целого жилого Можно сказать так Поэтому можно уверенно сказать Что биоматериал Который мог бы заменить кровь И его элементы пока нет Сколько крови в год Вырабатывает станция Преливания крови Крачево-Черкесии? В среднем год Мы заготавливаем Около 4 тонн крови Все, что мы заготавливаем Это уходит в лечебные учреждения Республики То есть все оперативные вмешательства Все экстренные случаи Кровь восполняем В лечебные учреждения Именно мы Несколько лет назад Для более точного тестирования Доновской крови И исключения практически всех Видов инфекций Стали применяться Современные ПЦР-тест системы До этого мы проверяли кровь ИФА-методом То есть именно ферментным анализатором Но этот анализатор Это Ну Исследование именно ИФА-диагностика Не позволяет до мельчайшего Генного уровня Обследовать кровь Поэтому спустя полгода Мы повторно обследовали кровь То есть чтобы убедиться На наличии патогенной инфекции Патогенная инфекция Ее изюминка в том Что даже человек Который болеет Если его обследовать Здесь и сейчас Может не выявиться То есть Это инфекция Которая скрыта И она может выявиться Спустя два месяца Три месяца И так далее То есть в самый большой период Полгода И мы Всю кровь Которая была у нас Проверяли два раза То есть в начале Когда человек сдает Еще перед выдачей То есть проверяли На наличии Вот это именно Патогенной инфекции ПЦР метод Позволяет Здесь и сейчас Более подробно изучить До генного уровня Есть ли инфекция Или ее нет Это позволило Службе крови Вот это Второй момент Перепроверять И исключить Из процесса И делает Конечно Кровь более Качественной В плане того Что мы Уверены На 100% Что никакой инфекции нет Куда сегодня Доставляется Кровь В какие Лечебные учреждения Ориентируемся Именно на заявки Лечебных учреждений То есть Какую именно Группу крови Запросят Лечебное учреждение А оно запрашивает Исключительно Для своих пациентов То есть Они тоже не выбирают То есть Это дело случая То есть Поэтому Говорить Что вот эта Дефицитная группа крови А вот это Очень много И она никому не нужна Мы не можем Где в республике Можно еще Сдать кровь В каких Лечебных учреждениях В каких районах На базе Карачаевской Центральной районной больницы Есть отделение Преливания крови И на базе Зеленчукской Тоже есть отделение Преливания крови Жители Карачаевского И Зеленчукского Района Могут в принципе Сдавать По месту жительства Что сегодня Представляет из себя Бан крови Как он пополняется За счет Кого или чего Бан крови Мы формируем Вот в обычный Рабочий режим Любой желающий Кто хочет стать донором Он может прийти Сдать кровь Мы эту кровь Обследуем И закладываем В наш банк крови И по необходимости Выдаем Уже По нужде В лечебном учреждении То есть Нет такого Что Сегодня у нас Запросили кровь И сегодня мы Ищем доноров Сделать эту кровь То есть Все идет На опережение Вперед Есть редкие Исключения Там Тромбомасса Которая делается Из клеток крови Ее нельзя Замораживать Ее нельзя Хранить Долгое время То есть Ее хранение Это от 6 до 8 часов Вот когда Лечебное учреждение Запрашивает Именно тромбомассу Мы вызываем Уже по факту Доноров И по факту Заготавливаем Эту кровь И в основном Вот эти сообщения Которые срочно Нужно прийти Сдать Это В основном Некомпетентные Родственники Которые Ну не до конца Понимают Работу службы крови Работу лечебного Учреждения Лечебное учреждение В свою очередь Они отправляют Родственников Сдать кровь Чтобы пополнить Именно этот банк крови Но родственник Который приходит Сдает кровь Его Ну кровь Не доходит Именно до того человека Которого он хочет То есть Человек лежит там Третья положительная Группа крови А его родственник Естественно Не все его родственники Третья положительная Группа крови Кто-то первый Кто-то второй Кто-то четвертый И это делается Просто для того Чтобы восполнить Бант крови На вопрос Сколько же доноров В республике Ответа нет И это понятно Миграцию населения Никто не отменял Но по словам Денисла Майдинова В месяц На станцию Преливания крови Обращается До 600 человек Далее Арифметика Совсем простая Вы выше упомянули Доноров В общем-то Любой человек Может прийти С улицы Имея в кармане Паспорт Сдать кровь Сдать кровь Но неужели Не существует Никаких противопоказаний Для того Чтобы стать донором Ограничения Конечно же есть Как и во всем Но в основе Лежит то Что любой Абсолютный человек Который себя Чувствует здоровым И чувствует Что он может Сдать кровь Он может прийти И сдать ее Все остальные Обследования На службе крови Мы уже делаем Сами проверяем На наличии Инфекционных Каких-то Заболеваний На нашей базе Мы смотрим Является человек Например На учете В наркодиспансерии Или в инфекционной больнице И так далее То есть Уже Непосредственно Отсеивание Тех людей Которые не могут Быть донорами Мы производим Здесь на станции Если человек Переболел Каким-либо Видом Гепатитом То есть В основном Здесь Многие Переболели Гепатитом Ну Желтухой Да В простонародье Назовем так То этот человек Не может быть Донором По одной простой причине Что Это инфекционная болезнь Которая остается Все равно В человеке Он может вылечиться Но инфекция Патогенная Остается И поэтому Чтобы не заразить Пациента Который нуждается В лечении И в переливании крови Таких людей Мы просим Конечно Да Что они не могут Быть донорами Почетный донор России Мурат Хамзетович Карданов Впервые сдал кровь 20 лет назад И случилось это Во время Трагических Для всех россиян Событий Это было Первый раз Было в Москве Это был день Когда Вот без сани Школу же взяли Вот тогда Как-то Было объявление Что кровь требуется И пошел Сдал в Москве А вам на тот момент Сколько лет было? 30 30 лет было Сегодня Почетному донору России Чуть за 50 Пять раз в год Он приходит сюда На станцию Переливания Крови В Черкесске Где его знает Весь медперсонал Все так же По зову Своего большого сердца Для чего Вы это делаете В принципе? Ну как-то Больше Как бы Помощь людям Нуждаются же Многие В крови Если я могу сдать Почему нет У меня есть возможность У меня восстановится С меня не убудет Людям помощь Так Как-то Вот так Мы с вами встречаемся Вот накануне дня Донора Всемирного дня Вы в этот день Какие-то особенные Чувства испытываете? Ну конечно Я же почетный донор Гордость Что я уже В этот день Как-то наш день Получается Конечно Испытываю Такое Как-то необычное Это не день рождения Не Новый год А вот день донора Вот я день донор Я донор Я почетный донор Могу этим гордиться Вероятно Может возникнуть вопрос Связанный с военнослужащими В зоне проведения СВО Может ли Или должен Банк крови Карачаева-Черкесии Поставлять нашим ребятам Донорскую кровь Или ее другие компоненты Военнослужащие Которые находятся На СВО Они Прикреплены К госпиталям То есть В Ростовской области В Краснодарском крае В Ставропольском крае И так далее По закону Федеральному закону На территории Какого госпиталя Находится Лечебное учреждение Та именно Служба крови Этого региона Должна их обеспечивать То есть Передача из одного региона В другой регион Это не предусмотрено Только если чрезвычайная ситуация Какая-нибудь там Грубо говоря Было землетрясение И функционирование Какой-то службы крови Ну невозможно Функционирование полноценное Тогда соседние регионы Могут передать кровь И так далее Но до таких моментов Только исключительно В регионе Где находится госпиталь В конце нашего интервью Мне хочется Спросить вас О моменте приятном Вам предстоит Переезд в новое здание Расскажите пожалуйста Где оно будет находиться Здание наконец-таки Достроили Здание в два этажа Со своей территорией Полностью Типовое здание Для Республиканской службы крови То есть Все предусмотрено По Санпину Ну вот Все как надо Могу сказать Так что Очень хорошее здание Нам построили Денислав Хаджи Муратович Мы с вами встречаемся Накануне Всемирного дня донора У вас сегодня Есть возможность Обратиться к нашим телезрителям Пользуюсь моментом Хотелось бы обратиться К жителям республики Что приходили Становились донорами Не ждали именно того момента Когда именно Вашему родственнику Понадобится кровь То есть Это можно сделать каждый день С понедельника по пятницу С восьми утра до часу дня С собой можно иметь Только паспорт Все остальное Мы сделаем сами Субтитры сделал DimaTorzok